Здравствуйте, друзья! С вами Мора, и я приветствую вас в этом прекрасном паблике, который называется Robby Gondiet. Как вы уже знаете, он целиком, весь паблик посвящен моему эксперименту по сыроедению, и сегодня 44-й день. Опять-таки похвастаюсь, всё ещё без срывов, а как-то уже даже не сильно тянет. По прошествии месяца, месяца мне стало житься как-то нормально, и лютый жор немножко отступил. Да, думаю, что теперь уже можно похвастаться. Сейчас я покажу вам такую штуку. Такую. Такую штуку. Вот. На первой фотографии у меня опытовал актовегетарианство один месяц, то есть только-только переход с традиционного питания на какое-то такое извращённое. Ну, скорее, более правильно, но не суть. Из наблюдений за собой в последнее время, потеря веса вроде как останавливается, но всё ещё пока что набирать массу довольно тяжело. Сегодня же мне бы хотелось вам немного, вот, вкратце совсем рассказать о том, что же такое кислотно-щелочной баланс, как его поддерживать, вообще что к чему и почему. Ну, давайте начнём с самого начала, что наш организм – это такая своеобразная фабрика. Своеобразная фабрика, где происходит много-много разных процессов. Ну, в данном случае, химических процессов. Многие процессы мы не можем наблюдать, потому что они внутри нас. Так, всё логично. Но это не умаляет и их значимости, и их важности. Так. Ну и давайте такой небольшой экскурс в школу, там, в химию, вот в ту школьную-школьную, давнишнюю химию. А кислота – это вещество, которое способно отдавать ионы водорода. Щёлочь или основание – это вещество, которое способно принимать основание водорода. То есть, по своей сути, это два противоположных вещества. И если мы принимаем в пищу кислотные продукты и щёлочные продукты вместе, то организм нам говорит «Что? Что ты делаешь, чувак? Хватит!» А в чём проблема кислотных продуктов? К кислотным продуктам, например, относятся, если мы говорим о сыроедении, это бобовые злаки. Если мы говорим о традиционном питании, это рыба, это мясо. А в традиционном питании у нас кислотно-щелочной баланс как раз-таки содержает в сторону кислоты, а это не есть гуд. А почему это не есть гуд? Сейчас я вам расскажу. Когда мы потребляем много кислоты, то наш организм старается её выводить. Выводит он её следующим образом. Через лёгкие мы дышим, мы выдыхаем углекислоту, так называемый углекислый газ. Он выводит её через почки, через желудок, ну, понятным образом, через почки, через желудок он её выводит, не будете на этом акцентироваться, и через кожу, через пот. Если вы замечали, то люди на традиционном питании, которые потеют, они пахнут сильно. Очень сильно. Вот это как раз-таки один из моментов. Но, если организм не справляется с тем, чтобы через эти четыре шлюза сливать все эти избытки, то кислота, бессердечная, это сука, накапливается в соединительных тканях. Что такое соединительные ткани? Это промежутки между клетками, через которые проходит обмен информационный и питательный между клетками. Но так, когда там накапливаются кислоты, то этот самый обмен, он затруднён. Соответственно, лютая доля болезни как раз-таки из-за этой их востороги происходит. Ну и, в общем, как же бороться с этой напастью? Возвращаясь на неделю назад, я говорил о том, что без воды жить можно и жить замечательно. Да, до сих пор я так считаю, но надо тогда очень много фруктов есть. А вода же сама по себе является щелочным продуктом. То есть, замечательно. Когда мы пьём воду, то через почки, как мы уже говорили, идёт вывод кислот. Соответственно, если вы на традиционном питании, не обязательно, если вы сыроед, то воду пейте всё равно побольше. Начинать, допустим, свой день со стакана воды у меня уже получается, и чувствовать себя я вроде как начинаю нормально. Второй момент. Больше двигайтесь, потому как с потом опять-таки выводится пресловутая кислота. Всё логично. И, наконец, старайтесь соблюдать щелочный баланс, где щелочных продуктов будет примерно процентов 60. 65 даже, вот так вот. 65 к 35 или 60 к 40. Встаёт вопрос, что же такое щелочные продукты, кислотные продукты. Ну, вот прямо сходу, чтобы назвать, вот авокадо – очень крутой щелочной продукт. Большинство овощей – это щелочные продукты. А, да, кстати, даже одно щелочное парень. Так, ну и чтобы вопросов было ещё меньше, давайте сейчас некоторые щелочные продукты питания мы упомянем, на которые как раз-таки можно налегать. Первое – это вода. Как я уже сказал, шикарный щелочный продукт. Его можно употреблять много. Благо, он всегда доступен. Бананы, которые я люблю. Вся зелья – укроп, петрушка, кинза, базилик. Шпинат. Салаты – кочаные листовые. Миндаль. Картофель, морковь, тыква, огурцы, свекла, репа, арбуз, малина, манго, финики, кабачки, топинамбур, кукурузы, растительные масла, перец всех видов, сельдерей, груши и отвары трав. Вот, что же, я искренне надеюсь, что сегодняшний выпуск РВД будет намного более информативный, чем предыдущий. И с вами был Мора, специально для паблика Rovigandiet. Друзья, не болейте, будьте счастливы. До новых встреч!